Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Устройство тротуара, велодорожки С вчерашнего дня начали Как говорится, уже стереть асфальт Для велодорожек Оплатили, подрядчик оплатил Брусчатку Из трех цветов Надо сказать, что это будет 14 тысяч квадратных метров И если в масштабе представить Это больше ста фур Будут только возить брусчатку сюда в город Это с Московской области, с Самарской области Часть уже привезли Темного цвета Сначала с парка, где мы в прошлый раз с вами снимали Начало строительства Вот они с этого места начнут И вот мы как раз сейчас подойдем К перекрестку, так сказать, к экватору Если вот мы стоим сейчас на Федеральном проекте, так сказать Через дорогу переходим Это уже наш республиканский Который мы должны завершить к октябрюм месяц Ну, задачу, конечно, мы перед строителем поставили Ускорить То есть и планируем ее Ну, если погода все позволит То есть мы хотим немножко быстрее завершить Все-таки для района у нас юбилейный год Хотели, пока погодный слой позволяет Какие-то мероприятия провести Если, конечно же, еще и пандемия нам это даст Поэтому пока у нас все по плану По федеральному проекту торги завершены Сейчас полным ходом идет работа Военную технику спустили с постаментов В данное время идет покраска, реконструкция Возле вечного огня будут еще пять единиц техники Будет небольшой мемориальный комплекс В ходе работ проект не изменился? В ходе работ проект не изменился Если только где-то мы, допустим, деревья обошли Немножко там повороты По безопасности мы убрали некоторые переходы Которые совместно с ГИБДД, где мы проехали Все-таки парк должен быть безопасным, во-первых, для людей Особенно для детей Потому что это будет излюбленным местом Тем более, если это будут велодорожки Чтобы, не дай бог, не съехали в небезопасном месте Меняли возле, так сказать, нашей Бавлинской нефти Там мы два пешеходных перехода убрали То есть совместно с ГИБДД мы посмотрели безопасность еще этого парка Если позволят погодные условия, планируют закончить благоустройство парка в сроки Выжидаем, смотрим погоду и пытаемся ускорить процесс Пока у нас это получается Надеюсь, наши планы, как говорится, сгодятся Надеемся, увидеть горожане, что получится, смогут совсем скоро Айгур Хсайнова, Артем Артемьев, Бавлинское телевидение Совсем скоро наступит 1 сентября Некоторые города России отменили праздничную линейку Как встретят учебный год бавлинские школьники? Об этом в нашем следующем материале На протяжении многих лет 1 сентября празднуется День знаний Остались считанные дни до праздничного момента для родителей и их детей, школьников Наконец, снова или в первый раз в школу В связи с пандемией долгое время было неизвестно, как же пройдет первый учебный день в этом году Бавлинформ обратился за комментарием к руководителю отдела образования Бавлинского района Дарине Ганиевой Здравствуйте! Хотелось бы вам задать несколько актуальных вопросов на сегодняшний день Который интересует наших родителей, детей Вот первый вопрос Будет ли линейка в этом году? Здравствуйте! Конечно, 1 сентября у нас ожидается линейка Линейку проводить мы будем на территории школы То есть на открытом воздухе С поглядением в социальные дистанции Поэтому здесь, думаю, все нормально будет А как будет организован учебный процесс с 1 сентября в школах города и района? Прием детей по классам у нас будет организован по графику То есть приходить в школу и уходить из школы они будут по определенному времени Уроки у нас, скорее всего, будут начинаться в одно и то же время А перемены мы также делим для того, чтобы дети, не смешиваясь, каждый отдельно могли сходить пообедать в столовой То есть отдельно классы Классы у нас будут сидеть в своих кабинетах То есть они, в принципе, из кабинета выходить не будут У нас будут только меняться учителя И также будет обеспечен режим проветривания в кабинетах Влажная уборка И будут соблюдены все требования Роспотребнадзора А вот как будут проходить уроки физкультуры, например? Уроки физкультуры будут проходить у нас в спортзале В принципе, площадь спортзала позволяет Вместе сюда один класс Также зал будет проветриваться У нас и до этого никогда не было совмещенных уроков физкультуры У нас зал представляется на один класс комплект Дарина Зайтуновна, есть еще одна такая информация Что первые, четвертые, девятые и одиннадцатые классы Будут учиться очно, а все остальные дистанционно Так ли это? На сегодняшний день могу сказать, что Все классы планируют учиться очно Без уступления другой информации Мы будем пересматривать график обучения А как будет организовано питание? В столовую дети будут ходить по классам То есть тоже будет составлен определенный график Если площадь столовой позволяет посадить по классам То при соблюдении социальной дистанции То будет расставка на два класса Если площадь не позволяет, то у нас будет только один класс столовой И получается по графику также будут дети посещать Посуда у нас будет обрабатываться То есть посуда должна мыться Она также должна дезинфицироваться А учителя будут ходить в классах маски, да? А дети? Учителя будут преподавать, да, в масках Но когда они будут работать фронтально с классом То есть когда они не будут подходить к детям слишком близко Они в принципе могут и снять маску Если же учителям необходимо будет подойти к ребенку на дистанцию поближе То естественно ему следует будет надеть маску Такой вопрос А учителя будут задавать анализ на ковид? Есть ли на это финансирование? Вы меня этот вопрос немножко застали в расход, конечно Соответственно мы и КВСЕХ будем проверять на контактность То есть не стоят ли они у нас в учете в Роспотребнадзоре или в больнице Также мы будем проверять на не было ли у них контактов с теми людьми, которые стоят на учете Спасибо вам огромное Спасибо, до свидания Всего доброго, до свидания Совсем скоро детям дадут возможность отпраздновать возвращение к привычному режиму учебы Айгуль Хусейнова, Емиль Байрамов, Бавлинское телевидение Сегодня состоялось очередное аппаратное совещание В ходе которого руководителями были рассмотрены самые актуальные темы И подведены итоги прошлой недели Очередное аппаратное совещание прошло в режиме онлайн Руководители различных организаций доложили об итогах своей работы По линии МЧС выступил руководитель Бавлинского подразделения МЧС Эльдар Галиев В микрорайоне города Бавлы сегодня утром сгорела иномарка В 3 часа утра в МЧС Бавлинского подразделения поступил звонок о горении автомобиля во дворе дома по адресу улицы Сайдашево, дом 19 На месте возгорания автомобиля марки Мазда пострадавших и погибших не обнаружено По прибытии на место происшествия сотрудники пожарной части обнаружили горение пространства под капотом автомобиля На данный момент изучается кадр с камер видеонаблюдения с целью выявить причины возгорания автомобиля В Бавлинском районе подвержена вторая смерть от COVID-19 Результаты анализов обнародованы сегодня Об этом в ходе совещания сообщила ведущая специалиста-эксперт территориального отдела управления распотребнадзора по республике Татарстан в Бугульминском, Ознакаевском, Бавлинском и Ютазинском районах Айгульсабитова Отмечается, что смерть наступила несколько недель назад Но результаты патологоаномических анализов обнародованы только сегодня Вирус идентифицирован По состоянию на 18 августа в учете находится один больной, один контактный Больной и контактный находятся в больнице В межмуниципальном отделе по Бавлинскому и Ютазинскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации назначен новый руководитель На должность начальника межмуниципального отдела по Бавлинскому и Ютазинскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации назначена Светлана Ушакова, 1974 года рождения Уроженка поселка Палама Горьковской области Светлана Лукбеговна с 2001 года работала в управлении ПФР по городу Бавлы, Бавлинскому и Тазинскому районам, Республик Татарстан. Имеет государственную награду ветеран труда Евгения Ливанова и Эльмир Байрамов, Берты. В Татарстане отменили обязательное ношение перчаток, но масочный режим в республике остается. 17 августа в Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток. Об этом было заявлено на совещании в Доме правительства в Казани. При этом ношение масок остается в силе. Перчатки можно не носить в тех местах, где есть антисептики для рук. 17 августа при условии заполнения не более чем на 50% допускается работа театров, кинотеатров, цирка, концертных залов, аквапарков. Разрешены различные мероприятия в закрытых помещениях с одновременным присутствием не более 50 человек. А на открытых площадках допустимое число участников увеличено с 50 до 100 человек. Увеличим предел заполнения трибун на спортивных мероприятиях с 10% до 25%. Объектам общепита разрешили проведение банкетов в помещениях не более чем на 50 человек. Ранее подобные торжества допускались только на верандах. Кроме того, снято ограничение на количество пассажиров в салоне такси. Ранее допускалось не более двух. На двух улицах села Александровка провели отсыпку дорог. Ремонт проводится за счет средств самообложения. Средства самообложения в селе в этом году было решено направить на ремонт и содержание дорог. С каждого совершеннолетнего жителя собрали по 200 рублей. Были выбраны две улицы в Александровке и две улицы в Ташлах, где дороги наиболее нуждаются в ремонте. По словам главы Александровского сельского поселения Валентины Уваровой, в этом году отсыпали часть дорог на улицах Школьная и Буртовая села Александровка. На средства самообложения в этом году начались работы по обсыпке дорог. Пока у нас только начальная стадия, обсыпали щебнем, разровняли, потом обсыпали гравием, ПГС, тоже пока разровняли, вот ждем каток. Еще работы не завершены, продолжаются. Вот эти боковые камни большие, они будут убираться, ну и дорога маленько расширится. Средств было собрано 100 тысяч, государство добавило 400 и в итоге 500 тысяч получилось. Вот на эти деньги мы должны обсыпать две улицы в Александровке и две улицы в Ташлах. После составления сметы начнется ремонт дорог и в деревне Ташлы. Все работы должны завершиться в этом году. Август богат на церковные праздники. В этом месяце православные отмечают три спаса – медовый, яблочный и ореховый. Кроме того, в августе празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Храм Серафима Саровского в настоящее время работает в обычном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Все необходимые службы проводятся, но прихожан духовного учреждения стало заметно меньше. В храме продолжают также следить за порядком. Так не расслабляется, потому что у нас здесь не так много народа собирается, но все-таки место такое, так сказать, проходное, люди приходят разные. Поэтому, собственно, меры у нас такие же остаются, то есть это регулярная уборка, уборка после богослужения, уборка перед богослужением, проветривание. Но также следим за тем, чтобы у всех прихожан были средства индивидуальной защиты, тем, чтобы они стояли на достаточном расстоянии друг от друга. То есть у нас люди, которые за этим следят здесь есть, они подходят, объясняют, стараются все это сказать, расставить. То есть вот так вот стараемся поддерживать, насколько это возможно, максимально для нас этот порядок, чтобы опять-таки всех обезопасить. 19 августа и 28 августа православные отмечают большие церковные праздники – преображение Господня и успение Пресвятой Богородицы. Также, как сказать, таким особым праздником, не такой, наверное, большой, но для народа важный. Это так называемый праздник изнесения честных древ жертвовящего Креста Господня. То есть когда во время богослужения сюда вносятся изображения креста, очень побольше, для того, чтобы всем могли поклониться, особые песнопения поются. И вот как раз-таки вот в этот праздник изнесения древа освещается мед нового сбора, поэтому называют его по-другому еще медовым спасом. И вот люди приходят, также приносят мед, освещается сначала вода, потом этой водой уже освещают мед нового сбора. Поэтому он такой вот более, скажем, народный, люди приходят для того, чтобы молиться, чтобы восстать благодарение Бога за вот этот новый урожай. Вот. Потом вот у нас идет следующий праздник, это преображение Господня, 19 августа. По-другому его называют еще яблочный спас, потому что там после богослужения освещаются как раз-таки яблоки традиционно для нашей широты, потому что это традиционный плод. Ну а так виноград, ну и прочие плоды нового урожая. Вот. И потом уже в конце месяца, 28 августа, такой завершающий праздник, это Успение Богородицы, когда мы вспоминаем этот праздник, когда Богородица перешла от этого мира в тот другой мир. Вот это событие вспоминается. И, собственно, вот этим праздником Успения Богородицы заканчивается так называемый Успенский пост, который начинается как раз-таки с 14 августа, то есть с праздника изнесения древ Креста Господня. На территории храма постоянно проводятся работы по ремонту и благоустройству с целью создания более комфортных условий для прихожан. К примеру, в этом году переделали колокольную. Здесь также будут установлены окна. Был проведен косметический ремонт котельной. В планах улучшение эстетического вида территории, сооружение большой клумбы и посадка декоративных деревьев. Айгуля Диатульна, Эмиль Байрамов, ПРТ. Ежегодно в Россию приезжают тысячи иностранных граждан. Одни задерживаются всего на пару-тройку месяцев, а другие остаются навсегда. В этом году гражданство Российской Федерации в Бавлинском районе получили 14 иностранных граждан. Как адаптируются они к новым условиям жизни, скучают ли по родине и как устроен их быт, об этом и о многом другом расскажет семья Карапетян. Они приехали из Армении. Семья Карапетян большой семьей живут в Бавлах более семи лет. Когда в одном доме живут три поколения, в Армении не редкость. Так принято испокон веков. А армяне чтят традиции. Обычно молодая девушка приходит в дом своего мужа и живет со свекрами. Хотя бывают случаи, когда молодой человек приходит в дом жены. Но так случается нечасто. Так принято у нас. Большинство так живут. Плюсы много есть. И с родителем как-то ты и свободна, и спокойна. Дети под этим смотром помогают тоже. Для кого работают родители? Для наших детей. Уложение надо, наверное, чуть-чуть. Здесь взрослым много чего от них надо. Первым в 1993 году в Бавлы приехал глава семьи Андраник Карапетян. Тогда он работал строителем. И ему приходилось жить далеко от своей жены и детей. В 2013 году он решает перевезти в Бавлы всю семью. Первое время вся большая семья снимает квартиру. А в 2015 году они покупают участок земли в северо-западной части города и строят дом. Тогда же начинают обустраивать и приусадебный участок. К слову, он у семьи Карапетян очень ухоженный и красивый. Сразу перед домом, как открываешь калитку, роскошная цветочная клумба. А возле дома развит небольшой огород. Чего тут только нет. Овощи, бобовые культуры, плодовые деревья и разнообразная зелень. В этой семье не привыкли сидеть без дела. Трудятся абсолютно все. Почти каждый рабочий день мой мужчин в этой семье заканчивается после 7 часов вечера. Трудятся и женщины. Кто по хозяйству, а кто по профессии. К примеру, цагик работает поваром в детском саду Белякеч. Признается, готовить любит с детства. Поэтому делает это с удовольствием как на работе, так и дома. А вечером, когда переделаны все дела, семья любит собираться за большим столом. Летом особенно, ведь тогда можно накрыть стол под открытым небом на свежем воздухе. Тогда семья пьет кофе со сладостями, либо в сезон ягод ест арбузы. В это время все общаются между собой на родном армянском языке. Делятся новостями, рассказывают о том, что произошло за день. Особенно ценные для них моменты, когда в гости приходят родственники. Порой за одним столом могут собраться более 50 человек. Конечно, по Армении в этой семье скучают. А как же не скучать по родине? Но признаются, что Бавлы смогли стать для них вторым домом. Здесь они чувствуют себя комфортно. Айгуль Габдрафикова, Эмили Байрамов, БРД. В кругу самых близких людей свой 85-летний юбилей встретил почетный гражданин Бавлинского района, заслуженный юрист Республики Татарстан Мухтар Авзалович Авзалов. Поздравили юбиляры руководства района и представители Бавлинского суда. Подробнее далее. Мухтар Авзалович с супругой Венеры Галимуловной душевно встретили гостей прямо у калитки своего дома. Мухтар Авзалович многие годы проработал в Бавлинском городском суде. Сначала судьей, а затем с декабря 1970 года до апреля 1996 года его председателем. В 1995 году Мухтару Авзалову было присвоено звание заслуженного юриста Республики Татарстан. Осуществляя правосудие на протяжении многих лет, Мухтар Авзалович внес большой вклад в укрепление авторитета судебной власти. Для многих жителей района его имя связано со словом «справедливость». До сих пор среди населения он пользуется уважением и почетом. Поздравили юбиляра руководства района и нынешний председатель Бавлинского городского суда Артур Зинуров. Самые сердечные и добрые пожелания он озвучил от имени своего коллектива управления судебного департамента Республики Татарстан. Вы, Мухтар Авзалович, для нас всегда были примером, каким должен быть судья, настоящий судья, честный, справедливый, ответственный. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, спокойствия, хорошего настроения, бодрости. И, конечно же, чтобы вот так вот мы продолжали вместе, дружно работать и приносить пользу нашему району. В этот памятный день Мухтар Авзалович был награжден юбилейными медалями, выпущенными к 90-летию Бавлинского района, столетию ТССР, а также юбилейной медалью от руководства Верховного суда Республики Татарстан. Кроме того, ему вручили благодарность Совета судей Республики Татарстан за большой вклад в развитие правосудия, обеспечение прав и свобод за многолетнюю работу в Бавлинском суде, а также благодарственное письмо начальника управления судебного департамента Республики Татарстан за долголетний добросовестный труд. Несмотря на почтенный возраст, Мухтар Авзалович продолжает принимать активное участие в жизни района и гор суда. Он является участником различных республиканских конкурсов и спортивных мероприятий, проводимых судейским сообществом. Кроме того, Мухтар Авзалович – заятлый рыбак. С супругой Венеры Галимоловной юбиляр живет многие годы в любви и согласии. В этот день телефонные звонки в доме нашего героя не умолкали. Многие спешили поздравить уважаемого человека с днем рождения. «Для меня сегодня самый счастливый день. Этот день я заслужил своим трудом», – сказал Мухтар Авзалов. Айгуль Хусейнова, Емель Байрамов, Бавлинское телевидение. На сегодня мы завершаем свой эфир. 20 августа в 12.00. Не забудьте посмотреть новости на татарском языке. Далее вас ждет прогноз погоды. Всего хорошего и до новых встреч! В среду, 19 августа, малооблачно небольшой дождь. Температура воздуха ночью 10, днем 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Четверг, 20 августа, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью 9, днем 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58 процентов. Относительная влажность воздуха. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok